Я хочу задать один лишь единственный вопрос, Яса. Почему вы хотите меня убить? А теперь самое время проверить мотор. Мотор простой, как три копейки. Два коренных подшипника, которые меняли на крайнем ТО. Оп, и мотор встал. Ну, Жура, готовься. У него тут посадки. Самый короткий полет. Ну, познавательный. Не говори. Ах ты! Между рулем и прокладкой что-то застряло. Большой специалист. Как слесарь-гинеколог. Уже повещён. Проверить этот элемент, субстанцию, вот эту, на магнит. Вот оно, вот оно. Это курские поршни лежат на поршне. Вот на этом же самом месте стоял планер Янус Сэм, который мы чинили. Подошёл регламент двигателя, и мы отдали двигатель на ремонт в очень сертифицированную контору. Прям вот там вот в горах, за горами находится город Бург. И вот в этом Бурге есть фирма, которая забыла в цилиндре мотора гайку и забыла в фюзеляже планера молоток. Причём молоток забыла под обшивкой. То есть я скрыл обшивку, чтобы посмотреть, может там топливо, что-то ещё. Вот примерно такая вот обшивочка, видите, пластик такой. И вот здесь вот, под сидением, вот тут лежал под обшивкой. Там где тяги, вот видите, ручка шевелится, всё работает, вот всё. И вот там лежал молоток, который мог просто сдвинуться, заклинить управление, и был бы бах-бах-бах. Вот это сертифицированная фирма. Мы, конечно, на тот момент с Василием, моим другом, не стали наводить кипиш, потому что как бы хрен с ним, они просто взяли там... Мы нашли головку, купили на мотор, а они бесплатно её отремонтировали, этот мотор. Типа сделали второй раз ремонт. Но! Васи больше нету. Он погиб вот там в Альпах, вместе с сыном, с Фёдором, которому 7 лет было. И погиб тоже из-за двигателя, потому что у него что-то в двигателе разрушилось. Возможно, из-за такого же блядского ремонта. Что, открывай? Ну, открывай, показывай. Папа, разрешайте открывать планер? Макс, осторожно, Макс. Ты вот, Макс, лучше ты не трогай, мой хороший. Потому что... Нет, дядя Фёдор, давай-ка я тебе помогу. Да, вот это. Да, я понимаю, я помню. Да, вот, открываем кабину, в кабине жарко сейчас. Оп, всё. Это всегда. Это папина жапочка тут. Ну, чтобы не нагревалась. Сейчас равно нагрелась. Друзья, чистые детские эмоции. Дядя Фёдор, тебе нравится летать на планере? Да. Макс, а тебе нравится летать на планере? Я там даже часов пою с ним. Может, пять, может, может, два, может, три. Макс, а ты летал на планере? Угу. Тебе понравилось? Ещё полетишь? Да. Друзья, ну, как водится, когда планер был в моей собственности, работал три года, никаких проблем. Однажды только двигатель в воздухе, так, бжжжжжжж, и всё. Но в целом, хорошо всё было. А когда мы с Васей начали владеть пополам, видимо, я нос обиделся и сказал, ну, ты вот и гад. И начал капризничать. Капризничал, капризничал, был момент, когда на нём весной мы отремонтировали двигатель, сделал у него капиталку. Те, кто делали капиталку Они живут в том городе Бург Они забыли там молоток У меня где-то фотография даже есть Под сиденьем забыть молоток Мотор отремонтировали так Они говорят, что мы гайку забыли в цилиндре Трудно сказать Там мистерия, почему развалились поршни Точнее не поршни После капитального ремонта В общем, короче Помучились мы, помучились И Вася решил сам Расскажи, после того, как ты стал Единоличным владельцем, были ли какие-то Приключения с этим планером Ну, собственно, приключений с ним была целая куча Вся связана с мотором именно Начиная с того, что Планер-то очень старый Ну как старый, 88-й год Ну, 30 лет ему уже Для планера это молодость, потому что Вон, в ангаре стоит планер 54-го года, еще летает прекрасно Ну, скажем так Вот такие пластиковые планера в то время Мы практически только появились Да Вот, и мотор, который на нем установлен Ротекс, как он там 535-й C Он уже давно-давно не выпускается И на него невозможно найти никаких запчастей Ну, то есть, возможно, но это надо очень сильно искать Вот, и поэтому ремонт его вызывает проблемы Вот это первая проблема Вторая проблема То, что, как Игорь уже сказал Он вдруг начал иногда Вдруг останавливаться В самый неподходящий момент И тогда на взлете на 50 метрах Да И один такой случай случился прямо после ремонта, собственно, мотора Первый вылет на нем С аэродрома Бурган-Брес И на высоте 50 метров Я прибираю газ И вдруг неожиданно Натор останавливается Ну, хорошо, это здоровенный аэродром Там многие гектары Чистого поля Вот, я сделал, так сказать, разворот Сел по ветру Все обошлось замечательно Совершенно без проблем Вот, но Тем не менее, как бы Как летать на таком аппарате Который на взлете вдруг Отказывает Непредсказуемым образом И начал копаться сам Уже, не доверяя никакому ателье И накопал то, что Как во всякой хорошей авиационной технике Все электрические схемы На нем Хорошо продублированы Там два магнета Там везде Там по паре проводов Ну, везде, везде, везде Кроме одного места Провод, который соединяет Землю этих магнета С корпусом Самого мотора Он в одном месте был спайн И дальше маленький Проводочек Длиной, наверное, сантиметра три Уже был непосредственно прикручен К массе мотора Ну, и, естественно Этот именно проводочек-то и сломался Но, если бы он просто сломался То мотор бы просто не заводился Ну, самое интересное было То, что Этот же проводочек Был еще припаян к оплетке И к экрану Этих проводов Который, соответственно Был проложен вдоль Шасси мотора И, в общем-то, его касался И была земля И то есть По этой оплетке Земля как-то сообщалась с мотором Но это было ненадежно И выяснилось то, что Когда мотор работал на полном газу Оплетка прижималась к мотору И контакт был хороший А как только сбрасываешь газ Она где-то отходила Да вот так и у меня И кирдык И мотор не работает Мэль, друзья, на этом Одинаковый ловили отказ Только я повыше То есть я газ сбрасываю Ахарь, блядь, бабах Что такое И не заводится Вот так вот Вот Меня, конечно, сильно удивила Такая конструкция Придуманная Шампхирсом Вроде бы уважаемая контора Но вот Как они умудрились Такое узкое место допустить Загадка для меня Да Вот А в остальном Прекрасная машина Если не гоняться за рекордами И не участвовать в соревнованиях То, в общем, то, что надо И главное, что Можно взлетать с аэродрома Где нет всяких буксировщиков Что я, собственно, и делаю И Васечка Со своим сыном Дядей Федором Прилетели в гости На вот этом планере Мы провели замечательный вечер Сейчас они улетят назад Но как Мы сначала Может быть, дунем на Матерхорн Ну, по крайней мере, в ту сторону Посмотрим, да Мы уже на Матерхорн летали Вместе Конечно Над ним там Зажигали там На хорошей высоте Даже попробую нарыть У меня даже где-то записи есть Как мы летаем С Васечкой Вот он внизу Я его нашел Центр потока сейчас И жду, потому что Мы с ним вместе Второй раз Летим на Матерхорн Потому что я забыл Забыл сделать фотографию Все, пошли на Матерхорн Васечка над Матерхорном Смотрите Вот он, Васечка Ну-ка Мы с Васечкой На Матерхорном Посмотрите, как красиво Эх, счастье ей Эх, эх, эх Эх, эх Эх, эх Боточки делаешь? Я Да, видео тоже Так, ну все Грубо говоря, жаденые Любители планерного спорта Перехожу на фотографии Ну что ж А я, друзья Васечка, ты будешь готовиться Тогда Спасибо тебе огромное Да, конечно За отличное интервью У тебя там изолента свисает Но это не важно Сзади Под левым крылом Под правым Забить Друзья, вы знаете, что изолента Вот это вот Для уплотнения На самом деле Иногда, когда девушек катают Планиристы Некоторые Как это сказать Смеющиеся Они говорят, что крылья Планера на изоленте держатся Что именно изолента Приклеивает крыло И дает ему отодвинуться Так что Ну вы Просвещайте народ Так, ну что Закрыть тебе колпак? Давай, да Попробуем вместе Ага Это извечная проблема Януса Васечка, скажи Что ты думаешь О конструкции фонаря Даша Мхирца Пипец на самом деле По холодной погоде Закрывается отлично А вот в жару С ним что-то происходит ужасно Ну друзья, мы реально Потратили Пять минут Причем Закрыли вдвоем Только этот фонарь Так что Ну это понятно Что это издержки Но зато фонарь большой Без этого Без серединки Очень Это конечно Красиво От винта Ладно Сопровожу Васю Оп Видите Планер повернулся вниз Сам взлетать Просто с крыла Мог он взлететь Но Я думаю Что я пробегусь Свой любимый Янус Протолкаю чуть-чуть А вот С этим фонарем Друзья Иногда тоже Минут по 20 Мучился Мы его даже Водой как-то поливали Чтобы охладить Потому что Он расширяется И геометрия меняется И рамка Это закрывается С большим трудом Особенно Вот 35 градусов Которые мы сейчас имеем Синтиментальность Ну и по идее Мой двигатель Достаточно мощный У Януса Где-то в конце асфальта Он должен Оторваться Тем более Загрузка Одним маленьким Пассажиром Оп Все Полетел Басечка На Килооскаре Моторный полет Я даже не помню В какой мотор Стали на ДГ-500 Ну вот Это все Еще эпохи 80-х годов В 88-м году Выпусковой Планер Планер ДГ-500 Это тоже По-моему 80-х годов Там Трудятся Ты теряешь Все сертификации Сертификат Типа Этот Ну в общем Бюрократы Понятно Что они Заботятся О нашей безопасности Но видите Как они Заботятся Тем что мы Летаем На Вот таких Древнющих Моторах Вот Вася был рад Поменять 5-3-5 Этот Ротокс На что-то Там Получше С инжектором Там Еще Что-нибудь Действительно Сейчас Современные Двухтактники Немножко Подросли И в отдаваемой Мощности И в надежности Но Сделать Он это Не может Мир Яса Попробуйте Сделать Что-нибудь Я хочу Поставить На этот Планер Электрический Двигатель Но я Не могу Его сделать Потому что Планер Сетерфицирован И двигатель Другой Не поставишь Что мне делать Как мне остаться живым Выкинуть планер Стоимостью В 100 тысяч евро Чтобы он не летал Больше Или все-таки Процедуру упростить Для планеристов Чтобы можно было Взять и просто Нормально поменять Двигатель на хороший На который Сейчас современный Может быть Работать Улучшенный Да собственно И этот двигатель Хороший Но он делался 100 лет назад Сейчас технологии Вперед ушли И Проблема Вот этого Двухтактника Она всегда Оставаться будет Проблемой И чем дальше Будет хуже С запчастями Ротекс фирма Пошла в кусты Она этот двигатель Не обслуживает С 90-х годов Потому что Она сказала Не хотим Ротекс Сказал Что я этот двигатель Видеть не хочу И видеть не видывал А ремонт этого мотора Стоит как космос А поменять его Повторяю Нельзя Можно сейчас на соло Есть процедура У опять же Бингера этого Но это стоит 50 тысяч евро Поменять движочек Я не хочу менять На бензин Я хочу поставить Электрический мотор Я инженер Я знаю как это делается У меня в крыльях Вот здесь вот У меня в крыле Крыло толстое Я могу поставить сюда Батарею Литийоновую Которая гореть не будет Современную Правильную Есть уже такие технологии Сюда ставится батарея Фюзеляж ставится Мать его Контроллер Редуктор Мотор Херор Все что хочешь И это будет прекрасно работать И это будет нормальная Безопасная система Дайте мне Сделать из моего планера Конфетку Дайте мне в конце концов Решать самому Как умереть А не быть убитым Хуйной чем Что случилось с Василием Я не знаю Его планер был на земле На этом планере Был оборван уже ремень То есть есть одна вероятность Что просто порвался ремень Это было бы очень грустно Потому что Ну ремень крепкий Его просто регулярно менять нужно Запасной был Я думаю что Василий его менял Проблема в том Что потеря ремня Это намного страшнее Чем двигатель Который встал у меня Потому что В моем случае Как вы видели в полете Двигатель не вращался Винт Медленно вращался Скажем так Он останавливался Как раз в этом месте Где подклинивало поршень Ждал Потом усилием воздуха Его проворачивало Он крутился еще Если бы этот пропеллер Раскрутил авторотации До высоких оборотов То собственно И вне бы не жить Я бы наверное тоже не исправился Потому что В этом случае Сопротивление планера Возрастает многократно То есть Пилот не к этому Как говорил Клаус Останавливает Как будто кувалды По планеру стукнули Это даже не похоже На воздушные тормоза Это намного хуже Это вот этот огромный диск Который С дикой скоростью Тормозит планер Если бы просто стал двигатель Ничего бы страшного У Васи не было бы Но если порвался ремень Это намного страшнее Повторю Скорее всего Он не справился Именно из-за этого И Убывал на Рядом со съездом С трассы Близ города Амбервиль И погиб вместе Со своим сыном Он то прожил Большую красивую жизнь А сыночек У него только жить начал И этому причиной Вот этот вот Мир ИАСа В котором мы Имея инженерные возможности Что он Что я Поменять двигатели На электрические Не можем этого сделать Из-за бюрократических нюансов Системы сертификации И мне кажется Это большой повод Задуматься Миру ИАСа О том Чтобы поменять правила Для планеристов Вы не пугайтесь Друзья Я не всегда так злой Но мне Обидно просто За Не знаю За то что я чуть жизни не лишился За друга Обидно Которого нет больше И Не знаю Я не чувствую Что Подобное состояние Справедливо Что Когда братья рай Делали самолеты Они просто брали И делали самолеты На свой страх риск Они хорошие механики Они Изобретали Они что-то делали А в современном мире Все становится Все хуже и хуже Только вот иногда Вот Наши друзья По гаражу Гоняют здесь Какие-то феррари Прогоняют Что-то Тестируют Да Вот здесь гараж Там наполненный Кучей феррари Это наш друг Мишель Чей собственно Этот аэродром Занимается иногда Их ремонтом И наверное Может это делать Там один механик Совершенно гениальный И я думаю Что они используют Минимум бумаг То есть бюрократия Современного мира С одной стороны Она не несет Наверное Скажут Посмотри Как в нашем мире Хорошо стало жить Ты посмотри Как у нас Вы самолет Сколько сейчас делаете Во время Не знаю Там 60-е 70-е Делали самолет 2-3 года Там максимум И раз Был готов Какой-нибудь Лайнер новый И они летали И это двигало Прогресс Вперед А сейчас Не знаю Десятилетиями Новый самолет Не могут сделать Потому что Там вот это Вот все Это Пятое Это Десятое То есть Есть наверное Какой-то Уровень бюрократии За который Она из Полезной функции Превращается В гигантский Тормоз И слава вселенной Что недавно Немножечко Попустили Все в планеризме Например Я там Какую-нибудь царапинку Ну где тут царапинку найти Ну вот видите В краске Паучок То есть Мне вот этот паучок Нужен например Закрасить Если я закрашу сам То я Должен там Заполнить форму Первую Например И там Еще что-то То есть Иметь допуск К тому Что я возьму Сейчас наждачкой Это потру Нанесу грунт Закрашу Будет все красиво То есть Я раньше вообще Не имел права К этому прикасаться Сейчас в принципе Какие-то работы Достаточно большие Может делать сам пилот Но Этого мало Было бы замечательно Если бы Какая-нибудь Мастерская Могла просто взять И поменять Сделать модернизацию Этого планера На электрический На этот планер Элементарно Можно было бы Отрезать нос И поставить систему ФЕС И этот планер Перестал бы быть Конечно самовзлетным Это конечно Некоторый минус Но он бы стал абсолютно Нормальным и безопасным планером Взлетал бы я спокойно За буксировщиком И горе не знал бы Или повторю Это установка сюда Электрического мотора Интеграция В эту же систему То есть система подъема Сделана Здесь нужно просто Поставить электродвигатель Поставить систему контроля Этого электродвигателя Батареи Можно опять же Батареи эти поставить в крыло И все Это прекрасный планер Который будет летать Еще много-много лет И радовать людей Он будет делать это уже В современном мире С минимальными Нулевыми выхлопами И так далее И тому подобное Это электрический планер ASG32MI Такой же как у меня Только Способный взлетать С электромотором Это ASG32 С электрическим Сустейнером И электрическое Сустейнер Здесь Вы должны Прискнуть Основной Поднимается Счастье Электрическое Раз И тогда Вы должны Прискнуть Старт И Начинаем Прискнуть 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 И Прискнуть Очень быстро Если вы в поле И компьютер уже Затем После 7 секунд У вас Прискнуть Классический Такой На мертвый Замок Стоящая Система Вот Батарея Хайт Вольтаж Как это Выглядит Внутри Очень Красиво Внутри Проводочка Контроллер Вот этот Механизм Уборки Видите Все просто То есть Вот в отличие От электродвигателя В котором Тут куча Барахлича Здесь Вот такая Железяка Вот такая Железяка И Что-то Мне подсказывает Что отказов Вот у такой Электроники Которая уже Отлажена Электромобилях Будет Значительно Меньше Вот Друзья Совершенно Другая Конструкция Смотрите Как это Красиво Это Двигатель Прям Очень А Смотрите Все Все Закрылось Само Здесь Где-то Там Контроллер Аккуратненько Красивенько И посмотрите Какое Красивое Решение Инженерное Вот это Вот Электромотор Которому Сразу Крепятся Лопасти И Очень Вот решение Очень красивое Я так понимаю Что минус Сейчас Единственное Это Старая батарея А так О Красота Пощелкал И Назад Раз Хочу Это Можно Было Сделать Если Это Можно Было Сделать Если Бы Это Разрешили Но Современная Система Сертификация Просто Физически Не Позволяет Я Просто Не Могу На Серийный Планер Сертификатом Типа ДГ 500 М Поставить Ничего Кроме Ротекс 535 С Или Еще Сейчас Есть Соло Версия Которую Ставит Бингер За Бешеные Совершенно Деньги То есть Там Начиналось От 20000 Сейчас 1050 Поменять Мотор За 30 Можно Поставить Великолепную Электрическую Систему Зачем Делать Говнище Если Можно Сделать Хорошо О Кому Ему Механики Своем Ну Что Ты Скажешь Расскажи Я Ну Ты Пока Успокойся Я Немножко Пощебечу На Свою Тему Этот Диагноз В принципе Который Я Сейчас Установил На 90% Он Мне Пришел В голову Когда Только Вышло Минутное Видео С Пипиканием Там Четко Был Прослышен Металлический Звук В течении Полутора Секунд Перед Остановкой Мотора Допливный Кран Открыт Это Даже На этом Видео Там Этот Слук Слышен Совершенно Отчетливо И тогда Я сразу Написал Комментарий В котором Выдвинул Идею Что Это Разрушение Подшипника Потом Вчера Опять же Мы сидели С Игорем Общались За кружечкой Баварского Пива Я Опять Подтвердил Эту Свою Идею Когда Я Уже Потрогал Что Есть Затык Потом Все остальное Вы сами Видели В общем-то 90% Могу Сказать Что Это Разрушение Подшипника Потому что Это Металлическая Часть Впрессованная В поршень И Это Цилиндрик Внешне Это Цилиндрик Металлический Цилиндрик Который Не пострадал Не так От контактов С алюминиевыми Поверхностями Он Сохранил Свою Форму И Жестко Держит Удар Все Что Я могу Еще Добавить Конкретно Это Нужно Снимать Головку Блока И Уже Пальцометром Все это Ощущать Ну Можем Разве Что Попросить Того Кто Будет Снимать Головку Сделать Фотографии Потребовать Скажем Так Не Даже Не Попросить А Потребовать После Вскрытия Моей Любительской Китайской Китайского Эндоскопа Да Ус Очень Плохим Качеством В общем То Было Все Конкретно Видно Подшипники Хорошие Дорогие Раньше Делали Сеператором Из меди И они Самые Хорошие Потому Что Медь Немножко Эластична Но Они Дорогие И Поэтому В современном Мире Это Хорошие Раньше Может быть И в Европе Делали Сейчас Точно Наверное Китайские Подшипники Да От Ротекса Да За Деньги Да Я в счете Покажу Сколько Каждый Подшипник Стоил Но Вот Результат Что Один Из Этих Подшипников Сепаратор В них Развалился Мне Когда Отдавали Сумочку С запчастями После Ремонта Мне Отдавали Надо Было Взять Старые Запчасти Мы Даже Сейчас Показали Эти Подшипники Которые Отработали 25 часов Предыдущие А то и Больше Может быть С самого Рождения Этого Мотора А сейчас У него Отсюда Вынули Они У меня Были Ну Их Уже Наверное Выкинули Но Они Были Там Может быть Поношенные Но По норме Надо было Значит Поменять Видимо Решили Что Раз Они Часто Разваливаются Давайте Их Часто Менять С Учетом Современного Мира Контерфактных Запчастей Я Уже Теряюсь Я Хочу Хороший Мотор Я Хочу Хорошие Подшипники Я Хочу Реально Боевое Сейчас Наверное Говно Уже Но Ведь Можно Взять И Используя Технологии Как это Многолетней Давности Такие Где С Ведьми У которых Руки Не Жопа Растут Может быть Можно Сделать Из этого Мотора Отличный Мотор Я Сам Лично Возьму Откручу Сертифицированный Поставлю Нормальный И буду Летать Долго И Счастливо Кладя Болтные Ясы Новые Изначально Закладывалось И такие Моторы Работали По 300 Часов Без капиталки Вон Стоит Пипестрель От Пипестреля Прицепта Стоит Ротекс 503 Следующий Мотор После этого Этот Все таки Немножко Подусилен И здесь Водяное Охлаждение Но Следующий Мотор Прекрасно У всех Ходил По 300 Часов Еще Одна Серия Ротекс Ходила Тоже По Огромному Количеству Часов Но Вот Почему То Сейчас Они Начали Сломаться Ломаются Может быть Из-за того Что Говняные Запчасти Начали Производить В современном мире Ну Конечно Очень Обидно Что Вот Такая Казалось Бы Мелочь Вот Эти Подшипники Которые Через Два Часа Разваливаются Еще Что В моем Случа Можно Было В полях Впереди Безопасно Приземляться Но В конце Концов Это По ветру Сесть Был Сильный Ветер По ветру Было Невозможно Тот Маневр Который Я сделал Он Наверное Самым Оптимальным Я Сейчас Анализирую Да Можно Убрать Двигатель Но Я Отвлекся На Я Категорически Не советую Такой же Полеты Подход Заход Новичкам Делать Потому Что Если Вы Посмотрите На Видео Подумаете Да Волков Посадил Планет Сейчас Я Смогу Не Сможете Я Буквально Когда Шел На Разворот И Было Это Мощное Достаточно Снижение Я Держал Скорость Будем Разворачиваться Ходить Я Сейчас Да Да Действительно Очень большая Разница У этого Планера У которого Торчит Не только Винт В шляхере Торчит Один Винт И Все И Радиатор А Здесь Торчит Вся Огромная Балалайка Мотора Она Действительно Большое Сопротивление Создает И Я Это Почувствовал Но У меня Был Запас По Высоте Весь Этот Запас Я Потратил На Ветерарш У меня В конце Не Оставалось Ничего У меня Оставалась Какая-то Скорость Большая Потому Что Я Знал Что Лучше Буду Иметь Скорость Чем Высоту Это Был Мой Принцип Я Контролировал Что Мой Зазор Между Крылом Землей И Планетой Составляет Хотя Метров Десять Я Даже Не Думал Что Я Делаю Просто Мои Мысли Передавались Планеру И Я Делал Если Опыт Небольшой Есть Огромный Вариант На Таком Вираже Просто Потерять Или Высоту И Врезаться Коснуться Консоли Земли Чиркнуть И Все Либо Потерять Скорость Что Еще Хуже И Лобовое Столкновение Там Вообще Не Выживаешь Поэтому Новичкам В той Ситуации С которой Этот ролик Начинался Я Передач Которая Там Есть И Дальше Куда Плюхаться Уже Как И Придется Ну Желательно Хорошо Плюхаться Посев Высокий Как Только Планер Коснется Посев Он Мгновенно Остановится Может Быть С Повреждением Может Нет Но Как Сказал Мой Друг Написал Огромный Комментарий На Английском Переводчики Хорошо Переводят Там Основная Мысль Такая Когда Ты Садишься Планер Попрощайся С ним То есть Ты Садишься Планер Ты Должен Понять Что Приземлишься Ты Можно Не Приземлиться Планер Это Нормально Планер Должен Быть Застрахован Его Должно Быть Не Страшно Потерять Потому Что Естественно В момент Когда Это Все Происходит Мне Жалко Еще И Планер Мне Конечно Себя Очень Жалко Но Машину Жалко Тоже Если Вы Останетесь Живы А Вот Кому Повезло Остаться Живым Женя Привет Расскажи Как Это Было Что Ты Чувствовал Нормально Было Нормально Сели Я Вообще Не Напрягался Все Штатно В моей Голове Было Я Напрягся Только Когда Я Понял Что Мы На Два Разворота Идем Моя Задача Была Просто Не Мешать Я Вы Вы На Сто Помогать На самом Деле Мой Вопрос О Кране Топливном Там Действительно Есть Кран Который Можно Было Задеть И Топливо Перестало В движок Поступать Поэтому Первое Что Я Спросил Топливный Кран Естественно Он Ответил Что Открыт Дальше Мы Начали Разворот И Женя Умничка Сказал Самолет То есть Не Я Сказал Это Он Сказал Самолет Я Подтвердил Да Вижу Самолет Я Вижу Что Ты С Движком Чем Ты Стал Двигать То Это Работа В команде Двух Пилотов Зачем В Боингах Аирбасах Два Пилота Для Того Чтобы В Сложной Ситуации Работать Вы Наверное Видели Чудо В Кукурузе Например Когда Два Пилота Угробили Нормальный Самолет Когда Аирбас Который Мог Лететь Если Вы Убрали Шасси Они Вы Просто Хряпнули В Кукурузу Причем Не Посадили А Хряпнули Автоматика Аирбас В данном Случа Да Не Давала Пилоту Задрать Еще Нос Самолет Уже Не Летел Он Там На Критических Углах А Пилот В этот Момент Вы Снижаться В данном случае, если вы посмотрите расшифровку переговоров в экипаже, он делал ни хрена. То есть, если командир воздушного судна наделал ошибок, то второй пилот наделал еще больше. Но они оба герои Советского Союза, герои России. Дядя Вова Путин дал им звезду, потому что он царь, он может. Он дал, и они герои. Я бы дал парню медаль на героя, не за что. Потому что действия были абсолютно адекватные, он работал в экипаже как положено. Когда страшно было? Я еще сильнее напрягся, когда почувствовал твой учащенный пульс через дыхание в наушниках. Но в целом страшно не было. Наверное, просто я не осознал и не успел испугаться. Ну, самое главное, не мешал. Хороший опыт. Да, друзья, опыт замечательный. Мы обсуждаем посадки. Я всегда с ученикам рассказываю, что да, есть нормальный, хороший заход на посадку, но всегда бывают нюансы. И вот иногда приходится делать все совершенно по-другому. И ты должен уметь думать по-другому. То есть, понятно, что есть замечательные инструкции. Например, скорость, после которой взлет уже не прерывается. То есть, считается, что на обычных аэродромах, если взлет прекратить на какой-то скорости, то можно выкатиться, разломать борт, поломать, жизнь пассажиров придать риску и так далее. Кукурузный экипаж взлетал в Жуковском, там, где полоса больше 4 километров. Они для взлета не использовали даже половины полосы. То есть, они могли спокойно, когда получили птицу в движок, и стало понятно, что-то идет совсем не так, как нужно, они могли этот взлет прервать, остановиться. Но тут опять мы вступаем в мир ИАСа, что да, принято, что так не делают. Не делают, потому что эти инструкции, взлет после ВНЕ не прерывают. Потому что обычно остается второй двигатель, и на втором двигателе можно этот взлет продолжить, там, без всяких проблем. То есть, самолеты на это рассчитаны, если убрать шасси, которые забыли убрать. А тут, вроде, капельку повредили еще второй двигатель. Но в сумме хватало тяги для того, чтобы набрать высоту и сделать второй круг, доработали бы движки, неизвестно. Может быть, знаете, как всегда, как получилось, все живы и хорошо, и слава богу. Ну, правда, вот награждать не за что, это уж вот совершенно точно. Поэтому тут возможность принимать, во-первых, иметь силу принимать решения. Мы вчера смотрели замечательный фильм «Чудо на гудзоне», решили Жене по мотивам наших приключений пересмотреть. И там человек принял нестандартное решение, посадка на залив в гудзоне. И там все намного сложнее, друзья, о том не на кукурузу приземляться. Если самолет войдет чуть под большим углом на посадке, то он разрушится и все утонут. Если войдет под меньшим углом, разрушится и все утонут. Там есть очень-очень тонкий угол и определенная скорость, и определенное положение закрылков, на которых самолет, на котором приземлялись на гудзон, может прилипнуть к воде, погрузиться, затормозиться, остаться целым, еще плавать. И оттуда еще, соответственно, все люди спаслись, никто не погиб. Вот это высшее мастерство. И там, конечно, опыт пилота не какое-нибудь училище Российской Федерации, где 150 часов налета, дальше тебе на второе кресло и ты водишь пассажиров. Да, вас катают сейчас с налетом 150 часов юнцы, которые прошли, которые отсидели там за штурмалом, им половину полетов еще даже рулить не дают, потому что страшно разбить дорогой самолет учебный. Я 150 часов за неделю иногда налетываю. Так вот, они за 5 лет своей жизни и учебы в училище, ну или 3 года налетывают, и я могу вам сказать, такие весьма достойные пилоты. И вот они нас возят и дальше возить будут. И посмотрим, когда начнет больше отказывать автоматика, когда нужно будет принимать решения пилотам, какие решения начнут принимать они. Я не говорю, что такие решения надо принимать, как я, вот с этого виража, но сейчас говорю, что опыт, есть такая штука, опыт, он нарабатывается не только на тренажерах, он нарабатывается в огромном количестве полетов, когда возят почту, когда возят грузы, когда возят там сначала пассажиров по 10 человек, вместо того, чтобы сразу там напихать, как икры в банку, и катай с кресла второго пилота. То есть пилот в Соединенных Штатах Америки только с налетом полторы тысячи часов может сесть за штурвалы лайнера реактивного и тогда возить уже пассажиров. А до этого нет, он почту возит, не знаю, что-нибудь еще делает. Женя, как тебе вообще планерные полеты? Классно, в Альпах классно, очень замечательно здесь летать. Ты научился чему-то новому? Ну да, наверное. Стесняется. Инструктору виднее. Научился. Друзья, за... Мы успели отлетать неделю и там три дня, и конь-огонь. Сейчас продолжаем, конечно, поменяли планер. Вот сейчас я иду вперед на скорости 200 км в час. Качество аэродинамическое посредственное, как вы понимаете. Но я его еще ухудшаю. Делаю скорость 250 км в час. Сейчас у меня качество вообще никакующее. Но я лечу стремительно вперед за то. Если был бы сильный ветер, я бы этот ветер прошивал. И сейчас у меня в энергии запасено огромное количество как бы высоты. Я сейчас низко, но на самом деле я высоко с энергетической точки зрения. Главное не зацепиться за дерево летающей камерой. Как она там, интересно, отрабатывает. И сейчас мы по ущелью дальше двигаемся. Сейчас можно было бы уже лететь медленнее. Но я хочу просто показать вам реально красивый пролет по ущелью. А потом я взмою вверх. За счет чего я взмою вверх? За счет того, что я превращу мои 200 км в час в какую-то высоту. А сейчас, видите, да, я прям по рельефу, как ущелье опускается, так и я опускаюсь. Очень может быть страшно это, но зато как красиво. Согласитесь. Женя, ты как? Терпимо на грани. Огонь? То есть, собственно, Женя первым летал на вот этом планере, который пригнали из ремонта. И фактически ты вылетел весь этот планер. Все. Высадил весь ресурс. Не досталось тебе, да? Друзья, как вы думаете, дрожат руки у человека, который только что, ну, как только что, позавчера выполнил совершенно лихой пируэт с заходом на посадку, с отказом двигателя взлетать на моторе еще раз? Я отношусь к этому философски. На планер есть страховка, у меня куча полей впереди, то есть, если есть высота, куча полей сзади. Все хорошо, то есть, если ты летишь, думая всегда, что сейчас откажет двигатель, то даже летать после отказа двигателя не страшно. Погнали, посмотрим. Фух, хотя, конечно, волнуюсь я. Закрываем фрой. Так, тормоза есть, все в порядке. Питание, зажигание, никого нету. От винта! Торма снять. Сверху, ботинь, где Виктор Дагуляш, кисленор. Телевой двигатель, проверяем, отмета. Нормально, обзорный газ. Мастор запел. 7200 обороты. Скорость 80. 7300. 90 отрыв. Погнали. 7600, отлично. Конечно, не Виктор с его скороподъемностью, но летит. Засси, надо выпускать. Засси потом. Я же низкий проход сначала делаю. Я вот сейчас скорость 200 держу. Постепенно снижаюсь, снижаюсь, снижаюсь. И сейчас проду над теми полями, на которые должен был приземлиться, если что. Вот скорость 250 я поставлю. Вот наша избушка. Никто сегодня не летает. Весь аэродром наш. Вот я на скорости 250 ухожу в поля. Вот, по идее, на вот эти поля мог бы приземлиться, если что. Но не стал. Сейчас уменьшаю скорость. Выпускаю шасси. Переставлю на закрылок на положение лендинг. И уже, наверное, вот в такой позиции, выпуская полностью тормоза. Я сейчас буду низко, быстро снижаться, делая разворот одновременно. То есть сейчас вот я вам показываю, что как можно принять решение на посадку и, например, не используя никакую коробочку, спокойно зайти. Я всегда так захожу в последнее время. Коробочку я и так умею. И делаю это исключительно из тех соображений, что я могу в этом случае достаточно быстро развернуться, особо не заморачиваясь с вот этими длинными проходами и так далее. Я планер это чувствую на вираже. Это исключительно большой налет. То есть понятно, что если налет меньше, никакого смысла так злобствовать и извращаться не стоит. Стоит... О, какого козла сделали, а? Ну, и козла-то у нас горочки всякие. Нужно выполнять все как положено. И потом постепенно, немножечко, может быть, отходить от стандартных процедур, чтобы расширить границу их возможностей. Или, допустим, тренироваться с тренером каким-нибудь хорошим. Например, там такой заход потренировать, такой. И тогда вы будете немножко более свободны в своих возможностях. И, например, необходимость на площадке, заходя, выполнить какой-то странный маневр, казалось бы, для обычной посадки, это не будет казаться вам каким-то ужас-ужасом. Ну, и вы будете иметь возможность, как вы хотите управлять, так и управлять. Видите, я вот сейчас доехал, развернулся, готов к следующему взлету. То есть планером и так можно пользоваться. Взлету готов. Ты доволен? Да шикарно. Опыт. Я благодарен своему учителю Клаусу Ольману, который первым делом примчался смотреть, что же со мной случилось, его, так сказать, двоечникам учеником. Я ему благодарен за науку. За науку не пугаться в экстремальной ситуации, мысли трезво, знать, что скорость – это жизнь, и побеждать, побеждать обстоятельства. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова